Дорогие друзья, сегодня я снимаю видео о минимализме. Три сумки на все случаи жизни. Это видео я снимаю по тегу, который мне передала блогер Мария Стенякина. Ссылку на ее канал я оставлю в описании к моему видео. Обязательно заходите к ней, посмотрите. Идея этого видео в том, что для жизни нам не так уж нужно много вещей, в частности сумок. У меня сумок очень много, если честно, мне было очень трудно выбрать три сумки, которые я могу сказать, что я их использую больше всего. Но на самом деле, когда я была моложе, у меня было невероятное количество сумок. Я подбирала сумку под пальто, под обувь, под туфли и так далее. И вот эта вот морока утренняя с перекладыванием вещей из одной сумки в другую, она... Ну, в общем, это морока. Но на самом деле, как-то раньше я этим занималась, я это делала, а последнее время я решила, что мне просто жалко на это времени. И я совершенно не хочу этим заниматься и тратить на это время, особенно утром, когда некогда. Я достаточно рано выхожу на работу. И для того, чтобы мне произвести вот эту манипуляцию, мне нужно потратить лишние там пять минут. Я лучше посплю в это время. Короче, что хочу сказать. Да, действительно, есть рисунки, которые я использую достаточно часто, чаще всего в своей жизни. И давайте уже перейдем, мы будем их смотреть. Значит, я сейчас еще две минуты объясню критерии, по которым я выбираю сумку. Значит, эта сумка должна быть удобная. Она в нее должна быть... Она должна быть достаточно вместительная, но она не должна быть слишком большая. Эта сумка должна быть легкая, удобная в употреблении, никаких там сложных застежек и замков. И в этой сумке должен быть... Я должна иметь возможность эту сумку носить на плечо, через плечо, или просто как так в руке, как клатч, или просто за ручки. То есть, она должна быть очень-очень функциональная. И какой-то нейтральный цвет, чтобы подходить абсолютно по всему. Первая сумка, которую я вам хочу показать, это сумка Майкл Корс. Итак, первая сумка, это сумка Майкл Корс. Я купила ее года, не помню сколько, давно, когда на них был самый-самый хайп, на сумке Майкл Корс. И я как бы подалась на эту истерию всеобщую и купила эту сумку. Я, нужно сказать, что я не жалею о том, что я купила, потому что сумка достаточно удобная и вместительная. Не глядя на то, что это Майкл Корс, или там не Майкл Корс, это совершенно не важно. Она удобна мне в носке. Я ношу ее обычно на работу, потому что в нее помещается тот минимум, который мне нужно взять на работу с собой. Я сейчас вам расскажу, какой минимум я беру с собой на работу. И к тому же эта сумка, как мы называем, не сношайка. То есть, эта сумка не сносится. Она сделана из такой кожи сафьяновой, которая абсолютно никогда не приходит в негодность. И я ношу ее уже с короткими перерывами, наверное. Ну, вот я не помню, когда я купила. Но я думаю, лет пять хороших. Когда был хайп на Майкл Корс? Лет пять назад, наверное, да? И в ней удобно то, что в ней есть ручки. То есть, я могу ее носить вот так, на локте. В ней есть длинная ручка. Вот эта. То есть, я могу ее одеть на плечо. И освободить руки таким образом. И она достаточно вместительная. Что в ней неудобно, это то, что она нелегкая. Вот эта вот вся фурнитура, она весит. В принципе, ее можно снять. Я так оставила и хожу с ней. И фурнитура серебряная. То есть, знаете, что я не заморачиваюсь? Вот на мне сейчас золотое украшение под золото. И серебряная сумка, серебряная фурнитура. И ничего страшного. То есть, в наше время, как бы, это перестало быть проблемой. Значит, я обычно в сумке, у меня обычно лежит кошелек, телефон, конечно же. Очки темные и очки для чтения, которые я использую. Также, вот это просто у меня все лежит вот передо мной. Я на это смотрю, и поэтому, чтобы не забыть, что еще. Блокнот. Я такой старомодный человек, что я всякие свои там дела и все такое записываю в блокнот. И маленькая косметичка, которую я обычно использую. В косметичке у меня лежит совсем мало. У меня лежит... Я обычно крашусь утром перед работой. И на работе обычно я, может быть, подкрашиваю губы после обеда. Там, пудру немножко. И то вряд ли. Не всегда. Я так целый день не хожу. Значит, в косметичке у меня обычно лежит помада, карандаш для губ. И маленькая пудринца, может быть, расческа, зеркальце. Там что-то вот такое. То есть мне не нужна большая косметичка. Давайте я вам сейчас покажу, как это все у меня вмещается в эту сумку. И будем продолжать дальше. Так, в общем, я не знаю, как вам показать. Но вот так вот она выглядит внутри. Вот это вот все, что я ношу с собой на работу. Мне на работе не нужно. Мне не нужно брать с собой лэптуб на работу. Потому что я работаю на компьютере, который на работе. И я не беру работу домой никогда. Поэтому мне не нужно носить с собой лэптуб. Поэтому мне вот такого размера сумка вполне достаточно для работы. Значит, вот здесь у меня, видите, она такая, у нее одно отделение. У нее здесь есть несколько маленьких кармашков без молний, куда можно положить телефон. И здесь у нее есть один кармашек с молнией. Вот это вот все содержимое, вот эти все потроха мои, которые в ней лежат. Вот так вот я хожу на работу. Как я уже сказала, это, значит, блокнот. Телефон. Телефон не мой, наверное. Мой телефон я снимаю. Я взяла у сына телефон. Мой телефон побольше, но похоже. Маленькая косметичка. Это очки для чтения. Это очки темные. И кошелек. Вот это все у меня лежит в моей сумке каждый день. И вот так вот она выглядит пустая. Достаточно вместительная, удобная, большая сумка. Я не очень заморачиваюсь по поводу брендов. Если честно, Майкл Корс, Майкл Корс. Она действительно удобная. И я как бы вполне себе с ней хорошо себя чувствую. Вот. Ну, в общем, вот это вот первая сумка, о которой я вам хотела рассказать. Давайте перейдем ко второй сумке. Вторая сумка. Это сумка Louis Vuitton Pouchette Metis. Сделана из канвы вот этой вот их брендовой, Louis Vuitton. И коричневого цвета. Я эту сумку не покупала. Мне ее подарили несколько лет назад. Моя семья. Она мой юбилей. Если честно, я... У меня есть несколько брендовых сумок. Но я как бы прекратила покупать в какой-то момент. Брендовых я имею в виду лакшери бренда. И потому что я считаю, что, ну... Эти деньги можно подрядить на что-нибудь более полезное. Ну, это выбор каждого человека. Я считаю, что это каждый человек, который... Он как бы должен решить это для себя. Но, тем не менее, эта сумка мне очень нравится. Она очень удобная. И кроме того, что это брендовая сумка, она действительно очень удобная. Она очень нейтрального цвета. Коричневого, который подойдет абсолютно ко всему. Она небольшая, но в нее очень много можно положить. Значит, внутри она выглядит вот так. Вот у нее, значит, здесь два отделения кармашек. Еще один кармашек есть сзади. Куда я обычно кладу телефон. Вот в этот карман. И это очень удобно, потому что он очень доступен. То есть мне не надо открывать сумку, ковыряться. Там вот здесь вот у меня телефон. Если он звонит, мне всегда легко его достать. Значит, в этой сумке есть ручка, что очень удобно. И есть длинный ремешок, который можно надеть ее через плечо. Или можно надеть ее кроссбоди. Также, кстати, эту сумку я очень люблю носить. Ее вот так вот, как клатч подмышкой. Сумка удобная тем, что она не тяжелая. Опять же, как я уже сказала, она не очень большая. Но при этом в нее очень много влезает. Обычно эту сумку я на работу не ношу. Эту сумку я использую, если я иду куда-то по делам. Если я иду в отпуск, например, мы едем, я всегда беру с собой эту сумку. Потому что в нее можно положить паспорт и в нее можно положить все остальное. А в нее все размещается. У нее достаточно такая застежка, которая не откроется сама по себе. Вот в отличие от Майка Корс, она немножко такая нараспашка. Дело в том, что я на работу езжу в машине, поэтому я не езжу ни в метро, ни в общественном транспорте. Поэтому я могу пользоваться такой сумкой, которая не имеет сильной такой застежки и вообще практически не закрывается. Вот эту сумку я беру с собой в путешествие, в самолет и так далее. Поэтому мне нужна сумка, которая будет закрываться. И как бы в нее очень много вмещается. Но, допустим, в путешествии, когда я еду или в магазин я иду, или по делам, или мы идем к друзьям в гости, или мы идем куда-то вечером аут. Но это не такой формул, знаете, вечер, что я одеваю вечернее платье, мне тогда нужен клач. Я имею в виду, что это, если мы идем куда-то аут с друзьями, например, в ресторан или в бар или куда-то, что мне нужна какая-то сумка не очень большая, но в то же время это не должен быть какой-то, ну, знаете, маленький нарядный клач, который будет подходить к туфлям и так далее. То есть, ну, в принципе, вот эта сумка, она вообще подходит абсолютно ко всему. Она настолько нейтрального цвета, что, в принципе, ее можно носить совсем. Значит, сейчас я вам покажу, что в нее вмещается, в эту сумку, что я обычно в ней ношу, в этой сумке. Значит, я обычно ношу в ней кошелек. Зашел. Обычно ношу очки для чтения. И обычно ношу очки темные. И телефон. Я не беру с собой... Да, телефон, кстати, я ношу в этом карманчике. Вот здесь, сзади. Я обычно не беру с собой косметичку и не беру с собой блокнот в эту сумку, потому что блокнот мне нужен, когда я там читаю какие-то записи мои. А обычно эту сумку я использую в путешествиях, в поездках и так далее, в магазины иду и так далее. Косметичку я тоже не беру, если мне надо. Я, может быть, положу туда помаду и карандаш для губ. Я как-то все это сейчас плохо уложила, и мне трудно ее закрыть, на самом деле. Она, в принципе, все это в нее хорошо вмещается, и она достаточно легко, хорошо закрывается. Но я сейчас нервничаю, волнуюсь, поэтому я... Как-то у меня не получается ее закрыть. Но поверьте мне, что она вот так вот закрывается, и вот таким вот сундучком вполне себе в нее все вмещается, и все очень хорошо и удобно. Это моя вторая сумка. Сейчас я вам покажу третью сумку. И третья сумка у меня из магазина Zara. Да. Как я и сказала, для меня совершенно не важны бренды, для меня важно удобство, комфортность. И как она выглядит. Эту сумку я купила в Zara. Тоже хороших лет пять назад. Ношу ее в хвост и в гриву. Она сохранилась в прекрасном, абсолютно прекрасном состоянии. Она абсолютно как новая. Это как бы я к тому говорю, что вот сумка из Zara, и она абсолютно не уступает фирменным брендам, ни Майкл Корс как бы middle сегмент, ни Louis Vuitton как бы larger сегмент. В ней абсолютно не стерлось ничего, не порвалось. Она прекрасно сохранилась, прекрасно выглядит. Она очень удобная, она очень легкая. Она совсем маленькая. Но в нее вмещается очень много. Не то, что очень много. В нее вмещается то, что мне нужно. Обычно эту сумку я беру, когда я, опять же, иду на какой-то... Знаете, я не могу сказать, что это вечерняя сумка. Потому что, в принципе, я могу ее использовать и как выходную. Но, опять же, не формул. Я не хотела показывать здесь какой-то клатч или какую-то сумку, которую я беру, когда я иду на какой-то формул динер или какой-то партий. По той же причине, что я эту сумку, может быть, использую раз, два, три в год. А я хотела показать вам сумки, которые я действительно использую в течение всего года максимально. То есть, наибольшее количество раз. Вот эта сумка, она у меня заменяет сумку... Пусть я отметил свой витон. Когда мне нужна сумка еще поменьше. Когда мне нужно взять с собой, действительно, кошелек, очки и телефон. Это тоже бывает, когда мы идем куда-то по делам или какой-то вечером куда-то с друзьями. В общем, мне не нужна сумка большая вообще никак. Мне даже не нужно там темные очки брать. Мне не нужно с собой воду брать. Мне ничего не нужно. И еще эта сумка, понимаете, она всегда подходит абсолютно. У нее такой цвет и такая фурнитура, что она подходит абсолютно ко всему. Вот, например, к этой цепи моей. Она очень хорошо подходит. Значит, сейчас я вам покажу. Она внутри, это просто вот такой вот один карман. У нее, к сожалению, нету вот здесь вот топ-ручки. А есть только вот ручка, которую можно носить или на плечо, или кроссбоди. Но я тоже люблю ее вот так вот носить подмышкой, как кланч. Если я хочу из нее сделать такой более вечерний вариант. Недостатков у нее нету. Не могу даже сказать, потому что она легкая, она удобная, она комфортная, вместительная. И абсолютно ко всему подходит. Сейчас я вам покажу, что я в нее кладу обычно. Это обычно кошелек. Это обычно очки. И телефон. Я не могу вам показать свой телефон, потому что я на него снимаю. Поэтому я показываю телефон моего сына. Маленький. Старый телефон. Вот так. А, и у нее еще застежка на магните. То есть, очень-очень легко и удобно. Вот так вот открывать, закрывать. Это вообще, так сказать, самое простое, самое легкое, самое удобное. И вот если я ее беру вот так вот подмышку, эта сумка превращается, в общем, в вечерний клатч, который я могу использовать, как такую вечернюю сумку. Кстати, в эту сумку, по-моему, еще и бутылку воды можно всунуть, если так уплотнить ее хорошо. Вот, собственно говоря, и все. Вот это три мои сумки. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось. Какая сумка вам больше понравилась. Какие сумки есть у вас. Что вы считаете, что должно быть главным в сумке. Какие главные, так сказать, в сумке критерии для того, чтобы вам она была удобной и комфортной и так далее. И буду рада встрече с вами в моем следующем видео. Пока-пока-бай.